здравствуйте товарищи на авроре передача право слова в гостях у нас скайпе николай янович азаров общественный и политический деятель николай янович здравствуйте добрый день алексей веду передачу я алексей навицкий продолжаем начатый разговор на прошлой неделе самый важный вопрос который мне показался за те три передачи в комментариях касался собственно избрания и назначение руководящих лиц самого высокого уровня совершенно разные по агрессивности и коннотациям вопросы сводились к следующему нейтральные скажите пожалуйста а как назначают президента более злобные вообще как верхние эшелоны власти попадают люди которые тырили шапки где-то как вообще получается человек пришедший к высшим ступеням управления откуда они берутся как они назначаются но и так далее достаточно сложный вопрос задали но давайте начнем сначала да если говорить о советском времени то я не буду касаться каким образом значит становились на свои посты первые секретари компартии союзных республик где-то это были очень удачные назначения где-то были не очень удачные назначения там существовала система система называлась номенклатуры и она работала и вот в украине практически последние шестнадцать или восемнадцать лет руководил республикой владимир василий щербицкий который был на мой взгляд очень успешным руководителем и при нем собственно говоря украина стала той украины которую мы приняли в девяносто первом году после развала советского союза и в то время это была самая высокоразвитая в научно-технологическом отношении республика советского союза если вот ее брать как самостоятельное государство на тот момент то она безусловно входила в пятерку крупнейших государств европы это сто процентов превышал на серьезно превышал уровень развития польши например и имела все шансы как сказал первый президент кравчук украины значит стать францией второй франции а теперь вернемся к вопросу а как же собственно сам кравчук попал и стал президентом вот здесь как раз только что похвалив советскую номенклатуру я не могу не сказать и несколько критических слов в адрес этой самой номенклатуры потому что кравчук как раз это порождение системы номенклатуры вот он так последовательно поднимался по всей партийной лестнице прошагал абсолютно все так сказать ее ступени получил необходимые для вот этого прошагивания этих ступеней партийное образование в виде высшей партийной школы там например вот и вот он так прошагал до второго секретаря цк компартии украины по идеологии несмотря на то что сам по себе это был в общем-то человек не представлявший каких-либо значительных скажем и моральных ценностей и организаторского умения вот но на диалоге его держали потому что он так сказать очень умел правильно говорить вот его все выступления ничем не отличались от выступлений секретарей по идеологии например союзных вот и он то я его видел кстати значит поведение на съезде последний ппсс в девяностом году по моему он был он был руководителем повели одним из руководителей нашей делегации делегация украина была на съезде очень большой там как бы не человек наверное 800 делегатов съезда представляли украину потому что украинская партийная организация была очень большой ну вот я видел как он там услужливо бегал прислушивался к мнению там всех абсолютно яковлевых горбачёвых и так далее так далее пытался в общем-то как там руководить нашей делегации но у нас была довольно боевая организация особенно донецкое представительство такое было серьезно и вот как-то он представлялся на несерьезным руководителем кравчук тогда надо иметь ввиду что первым секретарем то было важко владимир антонович вот ну значит что можно сказать об этом руководителе мне приходилось ним лично сталкиваться вот это был тоже типичный советский руководитель прошедший тоже через всю школу но все-таки масштабный все-таки так сказать скажем так с кругозором гораздо больше чем у кровчука но большому сожалению скоротечный рак унес владимир антонович и вот так получилось что а в этот момент кстати сказать кравчука переместили на руководство верховым советом вот и он как то вот учуя чутье у него такое было что власть смещается из партийных органов уходит и перемещается вот такие вот организации как и верховный совет и вот значит он стал председателем верховного совета что на что вот я обратил тогда внимание что это был абсолютно соглашательский деятель так то есть он в общем держал нос по ветру очень серьезного сдержал по ветру особенно когда произошло как а чп то я думаю что он и каялся и так сказать и готовился примириться с этим к чп но затем когда к чп так сказать ушло в прошлое вот тут он развил конечно бурную деятельность и украина там одна из первых запретила компартию вот пошли там обыски в горкомах райкомах партии искали какие-то каких-то заговорщиков а по сути дела вот тогда это была первая операция направленная на разгром действительно партийных кадров которые стояли на позициях значит союзных в основном потому что те кто проявлял тяго к национализму сразу пошли вверх те же кто там как-то что-то разумное говорил сразу значит убирались возбуждались дела уголовные на самом деле создали такую комиссию которую возглавил некий гасинский по моему зампрокурора или прокурора сейчас точно не помню но далее ему полномочия в общем расследовать возбуждать дела значит и так далее так далее я помню вот такую охоту на ведьм которая началась по всей стране а задача ее было конечно одна это убрать те кадры которые проявляли здравый смысл говорили что в общем-то надо аккуратнее действовать вот они не выступали против конечно но в августе как вы помните была принята декларация независимости украины она последовала вслед за принятие россии декларация независимость то есть она была не первый вот пошел парад суверенитетов и вот в этом параде суверенитетов как-то основную скрипку стали играть националисты это причем во всех республиках было меня султан абишевич назарбаев с которым как-то нас так сказать долго были очень такие хорошие отношения я приезжал в казахстан и мы так беседовали на всякие темы вспоминали прошлое то он сказал что для него это было неожиданностью как вот в украине белоруссии вот казалось бы вот славянских республиках основах значит единого государства напротив таким точным цветом расцвели вот эти вот так сказать семена национализма и что как раз такие республики как казахстан там узбекистан и другие среднеазиатские республики они проявляли как раз осторожность вот очень серьезная осторожность ну вот значит кравчук заработал свой определенный авторитет если взять его первые так сказать такие программные выступления то надо заметить что даже сейчас придраться очень сложно потому что он говорил о том что надо сохранить общее значит экономическое пространство что надо сохранить так сказать вот советский союз в виде содружеств независимых государств что должна быть общая экономика что русский язык должен поддерживаться всемирно и что вот все он выступал в общем за все хорошее против всего плохого и вокруг него кстати объединились вот тогда националисты они его конечно пошпыняли так сказать по всякому но вместе с тем они были как бы движущим так сказать звеном все его политики они же собственно говоря выдвинули своего кандидата тогда на выборах первых выборах президента кравчук шоу так называемый группа коммунистов самая самая большая фракция была тогда верховной рады вот они выдвинули своего кандидата это был черновол вячеслав макс максимович по-моему вот черновол это был диссидент советский вот выступал за самостоятельность активных действий каких конечно никаких не вел но был одним из создателей руха но были там еще ряд кандидатов вот но кравчук конечно на первых выборах получил наибольшее количество голосов и вот так он стал президентом ну какие его качества говорили за то что это оптимальный кандидат да никаких абсолютно в экономике он не разбирался вот в идеологии он был типичным скажем западынцем и первое что он сделал это насытил значит он создал при себе так называемую государственную раду а вот в это ради были основа выходцы из львова вот вот тогда выдвинулись первые так сказать реформаторы так называемые ну был аналогичный процесс и в россии когда завлабы становились вице-премьеры министрами в общем теоретически что-то люди знавшие и не обладавшие абсолютно никаким практическим опытом очень быстро выдвигались в то время по принципу в основном это личной преданности вот руководителю но вот смотрите значит почему я так подробно остановился на кровчаке потому что он был первый с него началось и вот что началось то собственно говоря начался развал начался развал обусловлены прежде объективными причинами это распадом советского союза но и субъективными причинами это желанием и стремлением так сказать новых князей они себя князьями считали в образовавшихся республиках в россии это ельцин так сказать беларусь от шушкевич в украине это кравчук как можно быстрее разорвать все то что связывал их советским союзом вот это вот стремление к разрыву оно и привело к тяжелейшим экономическим и социальным последствиям ну что характеризовать какие решения принимались но прежде всего это выход естественно из рублевой зоны вот если европа как мы видим высшей степени своей интеграции считала валютный союз и ввела в двухтысячном году евро которая стала единой валютой стран еврозоны и считала что это евро валюта поможет развитию экономики так она кстати оказалась только не далеко не для всех она оказалась позитивным конечно прежде всего для стран с более развитой экономика чем для стран с менее развитой экономикой то мы имея единую валюту так это очень важно для товарного для экономического обмена для катарговли и так далее мы отказались от этой единой валюты причем если для россии отказ от единой валюты был менее трагичным поскольку россия обладала и валютными резервами там мы доста достаточным обеспечением своей валюты это ведь испытала колоссальную инфляцию и так далее но для украины то стало фатальным потому что была раскручена колоссальная инфляция там десять тысяч процентов и более в результате естественно естественно все люди потеряли все свои сбережения которые много лет копили значит они сразу же обнулились кстати сказать я думаю что одной из причин этой бешеной инфляции она же это ж рукотворная инфляция это так сказать не то что она сама собой с потолка свалилась и мы не знали что с ней делать это была рукотворная инфляция обусловлена решениями органов власти так вот я думаю что все-таки это было сознательно значит вот обесценивание сбережений населения потому что готовились к приватизации совершенно не нужно было чтобы у людей были значительные запасы денег а знаю запасы были значительными потому что когда мы потом подвели аж сколько же мы должны своему народу вот то есть сбережения которые хранились у нас сбербанке банк тобой один единственный то оказалось что сбережения составляли очень и очень значительную сумму на которую можно было провести вот на такая так называемую денежную приватизацию совершенно спокойно можно было провести и тогда бы у нас практически весь народ стал бы акционером вот и не было вот таких олигархов не было так сказать такой грабительской приватизации ваучерной которая потом произошла но все-таки вернемся вот главного вашего вопроса как же подбирались эти президенты так вот и в украине три года правления кровчука ну собственно я бы уже первый год показал что он как президент никакой правительство которое он там назначил было с правительством тоже достаточно слабым а вот в верховной ради шли беспрерывные значит говорили принимались так сказать популистические решения потому что они первый раз почувствовали что они могут что-то решать и вот так сказать с одной стороны максимально усложнили налоговое поле вводили там налоги про которые мы уже сейчас забыли это чернобыльский например налог 28 процентов это колоссальный так сказать обременительный налог был ну и ряд других налогов то есть с одной стороны для того чтобы получить деньги они вводили налоговую систему и гробили экономику а с другой стороны они бездумно раздавали эти деньги на разные льготы на разные там финансированные различных так называемых социальных проектов что приводило не к повышению уровня дохода наоборот за счет раскручивания инфляции к понижению уровня реальных доходов уже короче через год стало ясно что кромчука надо убирать и вот тогда пошел поиск значит нового руководителя страны в этом поиск какой-то степени я тогда уже начинал участвовать среди кого искали такого руководителя но конечно в среде так называемых красных директоров и наверное вы не уби это так сказать не удивитесь этому нельзя же за лабо ставить так сказать руководителем заведующей лабораторией имею ввиду ставить руководителем страну нужно было ставить руководителем человека хоть имеющего хоть мало-мальски какой-то опыт серьезный и вот подбор такого человека обратил внимание на генерального директора крупнейшего машиностроительного оборонного завода это южмаша нашего который производил известный всем ракетах по западной терминологии сатана и там целый ряд других изделий ракетного комплекса спутники производил ну громадный объем двигатель ракетный громадная номенклатура у него была что он был недолгим этим генеральным директором потому что до него работал генеральным директором много лет ну легендарный человек он по состоянии по возрасту по состоянию здоровья ушел на пенсию вот порторга этого предприятия леонид даниловича кучма сделали генеральным директором тоже решение принимал горбачев вот и вот значит кучма избрался депутатом верховного совета потому что крупнейшее предприятие днепропетровска и днепропетровск воде из страны в целом на верховной радио он на себя не обращал внимание он ни разу не выступал то есть ни одного выступления его не было но когда вот начать начали поиск то среди всех прочих обратили внимание на леонид даниловича и вот начались переговоры о том чтобы он стал премьер-министром при кравчуке лоббировали эту кандидатуру и кравчук с неохотой но согласился потому что он понимал что таскать он таскать не имеет таких вот навык управления серьезных и поэтому он решил сосредоточиться на своем президентстве идеологии политики и значит вот согласился кучма был избран но кучма у него характер такой вот как бы сказать напористый и самое главное он не привык чтобы его решение там обсуждали с дебатировались и поэтому условием своего назначения значит он поставил принятие специального закона который позволял бы ему как премьер-министру издавать декреты декреты то есть это грубо говоря ирзац-законы которые не требуют одобрения верховной рады но являются по своему смыслу законодательными документами ему якобы надо было проводить реформы и поэтому значит вот он ушел из-под контроля верховной рады и выторговал себе право издавать декрет я скажу что это была черная страница в жизни украины потому что хотя он набрал таких производственников себе в правительство и вице-премьерами там и министрами у него не было случайных людей но все это люди оторванные скажем от своих конкретных предприятий и пришедшие на уровень принять общегосударственных решений во первых им нужно было время чтобы войти в это дело да во вторых в общем-то не все из них соответствовали вот такому уровню чтобы решать нужно было набрать и вот так сказать в аппарат кабинета министров громадное количество различных проходимцев набрали которые стали клепать эти так сказать вот декреты ну одним из самых печальных декретов был декрет о трастах так называемых который позволил после девальвации значит сбережений обесценивание сбережений не трудящих забрать все что они сумели каким-то образом накопить через вот эту систему трастов значит их так сказать точно обнулили и потом разбирательство показало что значит весь этот декрет был схимичен вот то есть кучма подписал один документ на самом деле готовился другой документ в общем такое грязное дело в результате кучма сам понял что значит ему надо уходить с поста премьер-министра ну начался конфликт между ним и президентом в результате этого конфликта кучма ушел заслужил в себе ореол оппозиционного политика Кравчуку к очень непопулярному Кравчуку надо заметить вот и вот он ушел с поста и вот через два с половиной года ситуация привела к тому забастовки шахтеров общественно-политическое недовольство что Кравчук добровольно решил сложить с себя полномочия и объявил о досрочных выборах и Верховного Совета и президента и вот Леонид Данилович Кучма был естественной кандидатурой уже прошедший опыт премьер-министра не совсем правда удачный но все таки в его биографии так сказать такая запись появилась то есть это уже политик крупного масштаба так сказать крупной формы и вот он стал основным конкурентом ну Кравчук себя естественно выдвинул он стал основным значит конкурентом Кравчука тогда еще это девяносто четвертый год в Украине не сформировались скажем система олигархов были крупные конечно уже появились значит бизнесмены которые подмяли под себя достаточно много значит предприятий но они еще не обладали той политической силы которая значит нужна была для определения так сказать на высший государственный пост и поэтому вообще-то говоря развернулась реальная борьба в которой участвовали политические силы на тот момент существующие между Кравчуком и Кучмой за счет поддержки Юго-Востока Кучма эксплуатировал в основном тезисы сотрудничество России это союз тесный с Россией это русский язык русская культура он вообще не говорил на украинском языке он очень плохо на нем говорил в основном выступал на русском языке везде и вот он с небольшим перевесом подчеркиваю с небольшим потому что Кравчука очень серьезно поддерживал западную Украину значительная часть центра но тем не менее с небольшим перевесом Кучма завоевал пост президента и вот с этого момента я скажем сделаю акцент на том что стала формироваться уже совсем другая система выдвижения в президенты то есть прежде всего этим вопросом стал заниматься сам действующий президент страны но прежде всего Леонид Данилович озаботился тем чтобы избраться не на один срок а на два а если можно и на три и он стал формировать систему власти в стране под свою личную власть вот в этом деле в этом деле да у него возник первый самый крупный конфликт с Верховной Радой до Кучмы до Кучмы значит Украина действовала по советской еще конституции и с небольшими уточнениями по которой в общем то вся полнота власти принадлежала Верховной Раде и премьер-министр назначал президиум Верховного вернее Верховная Рада по предложению президиум Верховного Совета и вот стал вопрос разработки новой конституции здесь конечно Кучма уж постарался сделать из Украины президентско-парламентскую республику то есть основной круг полномочий стекал ушел к президенту который мог назначать премьер-министра мог его снимать мог назначать любого министра он так сказать вот он все сделал для того чтобы скажем подмять под себя всю основную власть в стране он уже назначал губернаторов местной власти и так далее Верховная Рада превратилась ну в инструмент проведения так сказать скажем так в основном общегуманитарных вопросов ну тех вопросов которые не интересовали Кучму и вот пошел процесс приватизации вот в этот момент после принятия вот этой вот конституции которая превратила Украину в президентскую по сути дела республику пошел процесс и начал с процесса активной приватизации вот в этот это примерно девяносто седьмой девяносто восьмой двухтысячные годы когда в Украине уже сформировалась вот та система экономики которую мы видим сейчас сформировались основные группы олигархов на мой взгляд это было крайне отрицательно и сейчас и я и тогда это оценил так а сейчас это видно совершенно очевидно но пока я говорил о том какие внутренние факторы в стране действовали которые приводили к тому что вот на высший пост приходил тот или иной кандидат начиная примерно с девяносто восьмого девяносто девятого года в Украину активно поползли значит щупальцы западных спецслужб ну если уж точнее говорить это американцы англичане в основном вот Евросоюз не особенно усердствовал а вот СОРОС американцы начали создавать громадное количество фондов у нас их было неправительственные фонды с значительными ресурсами у нас их было по-моему около 300 различных фондов и я руководил тогда налоговой службой страны и вот так сказать эти фонды так сказать без хотел этого или не хотел попали в круг моего так сказать зрения почему потому что через них проходили очень значительные средства и они никак не налога облагались вот и поэтому вот это заставило меня интересоваться и когда вот я эту картину сложил пришел к учме информационное агентство Аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры короче когда я вот сложил воедино вот и заметил что и американское посольство стало так сказать большим распространителем финансовых ресурсов громадный штат людей которые приходят деньги получают налоги с этих денег не платят так и различные фонды которые вроде бы разрабатывали какие-то проекты вот например одна конторка большие очень ресурсы несколько миллионов долларов получала на разработку проекта водоснабжения Львова однако когда мы поинтересовались а где же все таки сам проект водоснабжения и кто на этом проекте работает оказалось что там ни одного специалиста в этой области нет зато какие-то так сказать деляческого вида люди получают там по 10 тысяч долларов по 20 тысяч долларов а что такое в те годы 10 тысяч долларов это громаднейшие деньги вот и в основном занимаются политической деятельностью активно участвуют в движениях различных а тогда так сказать набирало ход движение Украины без кучмы то есть что я хочу сказать вот с тех пор четко можно говорить о начале западного влияния на подбор руководящих кадров для вот стран сателлитов стран тех которые декларировали движение в Европу движение по европейскому пути значит и так далее радикальные экономические реформы и так далее так далее вот так сказать началось вот это вот внедрение в страну агента влияния и собственно говоря пошла подготовка кадров и вот это именно в этот период всплыл на поверхность вот такой вот деятель который в общем-то себя ничем-то не проявлял особенно рядовой банковский работник в общем прошел так сказать путь от так сказать руководителя какой-то районной сберкассы районного отделения банка до руководителя банка украина это сельскохозяйственный банк который в советское время существовал потом был преобразован в агробанк украины который под его руководством успешно лопнул вот а он успел вовремя перейти на должность председателя национального банка молодой импозантный красивый мужчина вот ну говорил он конечно так сказать образование у него так сказать было такое средненькое какой-то там то ли тернопольский то ли Ивано-Франковский какой-то аграрный институт он закончил вот ну образованием не блистал прямо скажем ну в общем-то увлекался национальной историей хотя националистом его в то время назвать было невозможно поскольку никаких так сказать даже каких-то элементарных вот намеков на то что он станет националистом не было звали его Виктор Андреевич Ющенко к тому времени к большому сожалению очень сильное влияние на Кучму получил Пинчук Виктор Михайлович и в общем-то он стал его зятем и участвовал активно в приватизации стал крупнейшим олигархом Украины как полагается хитрому так сказать еврейскому мальчику значит он не только вкладывал деньги в того же самого Кучму в его поддержание но он вкладывал деньги в фонд демократической партии и на этом причем приличные деньги поддерживал популярных артистов в общем вел такую вот филантропическую деятельность не на Украине правда а так сказать в основном в Америке и вот эта смычка привела к тому что этот Пинчук стал продвигать разных людей в правительство при нем поднялся Яценюк известный националист который тоже кстати там маскировался из Черновицкой области который впоследствии стал председателем Верховного Совета и значит премьер-министром и активным деятелем государственного переворота но в данной ситуации я все-таки обращу внимание на Ющенко каким-то странным образом Ющенко полетел в Америку в самолете познакомился с Катей Чумаченко кадровой сотрудницей Госдепа или ЦРУ там трудно сказать чего вот ушел от своей жены женился на этой Кате Чумаченко и вот этого человека Пинчук стал активно продвигать в премьер-министры премьер-министр подчеркиваю после выборов 99-го года вторых президентских выборах президент Кучма был избран вновь на новый срок поскольку итоги его управления с 94-го по 99-й были провальные он с трудом выигрывал эти выборы но выиграл естественно ему нужно было предъявить народу какую-то альтернативу и главным лозунгом его было что я стану другим Кучмой новым президентом и соответственно поменяю всю команду в общем с его точки зрения который назвал народа виноват был не он а виновата была команда и вот значит поехал он в Америку после избрания и вернулся оттуда с предложением тогда еще в такой вежливой форме американцы сделали предложение назначить премьер-министра молодого реформатора Виктора Андреевича Ющенко что касается реформаторства то я никогда не замечал в нем никаких ни мыслей ни изложения этих мыслей в виде реформы не было у него просто их не было недостаточно кругозора ну там подсуетились люди вокруг него написали какую-то брошюру из которой он что-то там заучил вот и он стал у нас таким новым молодым реформатором ну народу вроде к он даже импонировал потому что молодой красивый импозантный что-то говорит непонятное интересен эпизод когда Леонид Данилович решил посоветоваться со своими так сказать соратниками ну в число которых и я входил вот и вот говорит что вот есть мысль такая ну формально он поддерживал предыдущего премьер-министра практика там Пуставотенко Валерий Павлович а вот фактически он уже так сказать осуществлял подбор вот этого премьер-министра он не считал Ющенко себе конкурентом если решит пойти на третий срок а у него такая мысль была и он не видел Ющенко конкурент это было совершенно естественно это две фигуры были абсолютно разного плана и ничего Ющенко не говорила за то что Ющенко может стать президентом абсолютно ничего и поэтому он так смело согласился на премьер-министра когда ему американцы предложили ну вот он решил от нас одобрение значит получить и вот я хорошо помню этот разговор когда он задал этот вопрос ну все как обычно так сказать отмолчались вот я сказал что Леонидович а вы никогда у Ющенко в кабинете не были вот я говорю ради интереса как вы заехаете там с утра ну во первых с утра его никогда в жизни не застанешь в кабинете это был не из тех кто утром так сказать по звонку являлся в кабинет ну когда там заедете туда и заедете а что там интересного вижу я говорю очень много интересного вы увидите портрет того человека кого вы хотите назначить премьер-министра это вовсе не означало что я претендовал на пост премьер-министра это говорил о том только что я цену этому Ющенко знал очень хорошо мне приходилось сотрудничать с национальным банком мне приходилось бывать Ющенко и знать его как человека что я хотел чтобы увидел Леонид Данилович я хотел чтобы он увидел да стол этого человека который претендует на пост премьер-министра человека абсолютно неорганизованного стол заваленный бумагами прошлагодними газетами так сказать объедками какими-то какими-то бутербродами какими-то стаканами немытыми какими-то карандашами там черт знает чем когда ему нужно было найти какую-то бумагу приглашались секретари помощники которые начинали всю эту рухляду переворачивать и так далее но так или иначе вот этот человек стал премьер-министром и американцы повели его значит на пост президента почему их не устраивал Кучма ну прежде всего потому что Кучма все-таки был человеком практическим и он понимал значение например единого экономического пространства с Россией Белоруссией Казахстаном который на тот момент начало формироваться он назначил меня тогда руководителем от Украины вот участником вот этого как он там назывался у нас высший совет туда входили вице-премьеры четырех наших стран вот и президенты очень активно участвовали в формировании такой законодательной базы и прежде всего был сформирован договор о создании единого экономического пространства и экономика то Украина стала развиваться только на одних разговорах о том что вот мы будем создавать такое экономическое ну может других много было мер но тем не менее значит вот основная конечно идея была воссоздание единого экономического пространства это американцев не устраивало всплывает скандал с Гангадзе неким журналистом который исчез непонятным образом, где он, то ли убили его, то ли он уехал из страны, трудно сказать, до сих пор это неизвестно. Но обвинили во всем Кучму, как будто он в каком-то пьяном разговоре дал команду его убрать. И во всяком случае развернулось по стране мощное движение. Организовывать эти движения уже к тому времени было кому? Вот эти неправительственные организации и так далее, и так далее. И они, так сказать, шумели, гудели и, по сути дела, требовали, чтобы Кучма ушел в отставку. И это воспрепятствовало третьему сроку Кучмы. Хотя Конституционный суд принял решение, что в связи с принятием новой Конституции обнуляется первый срок Кучмы, и у него есть возможность выдвинуться, но американцы очень серьезно его прижали. Пельчук постарался убедить своего тестя в том, что полезнее всего уйти, так сказать, на пенсию. С гарантиями безопасности. И вот, значит, в результате, в результате стал вопрос. А кого же вместо Кучмы? Конечно, Кучма не видел Ющенко в качестве президента. Не видел. Он уже к тому времени прекрасно понимал, что это проамериканский кандидат, пользы от него не будет. И вот в тот момент стал искать, кто же мог бы составить конкуренцию Ющенко. Надо заметить, что это было трудное дело. Почему трудное? Потому что, ну, во-первых, Ющенко, так сказать, декларировал приверженность национальным традициям, ценностям, там всяким. Очень много болтал о Украине, о европейском пути. Еще раз подчеркиваю, молодой, импозантный. Ему даже говорить ничего не надо было. Он выходил на экран, говорил пару банальных фраз. И вот его Западная Украина, Центральная Украина поддерживала. И вопрос стоял, кто же может, так сказать, его, скажем так, составить ему конкуренцию. Вот пал выбор на популярных губернаторов. Потому что, ну, кто кроме губернатора, значит, может, так сказать, пользоваться поддержкой хотя бы своей территории. И вот такой выбор привел к тому, что внимание обратили на Януковича. Хотя в то время Кучма колебался. То ли мне предложить пост премьер-министра, то ли Януковича. Он, собственно говоря, так и сказал нам двоим, когда пригласил к себе в кабинет. Он говорит, вот, ребята, давайте идите, садитесь за стопку, так сказать, за рюмку и определяйтесь, кто из вас первый цепремьер, а кто из вас премьер-министр. Ну, я сказал, Леонид Данилович, что это, так сказать, не дело. Вы определитесь, кто будет вас сменять, кто пойдет на пост президента. Тогда пост премьер-министра, как по традиции уже видно, послужит для раскрутки и, так сказать, для движения вперед вот этого человека. Я себя не вижу президентом страны, поэтому я сразу свою кандидатуру отвожу. Ну, и вот, так сказать, выбор Павла Януковича. Я скажу, что в Януковича вложили очень большие средства и очень серьезно работали по раскрутке его кандидатуры. Этому способствовало то, что, в общем-то, из кризиса вышел Донбасс. Он хорошо развивался. Это громадный регион. Донецкая область – это 5,5 миллионов человек. Это очень крупные электоры. Ну, скажем, Тернопольск – 1 миллион, Донецкая – 5,5. Ясно, что в электоральном плане влияние, значит, Донбасса было значительное, очень серьезно значительное. У нас был Крым, который никогда не поддерживал бы западыинского кандидата. Поэтому мы стали просчитывать. Шансы у Януковича, конечно, были. И вот в этот момент как раз появляется вот эта вот байка о том, что якобы он в молодости сбивал шапки и, так сказать, вот сел за это в тюрьму. Ну, на самом деле, эта байка была придумана Мишей Бродским. Это, значит, ну, тогда владелец одного из средств массовой информации, по-моему, то ли «Вечерний Киев», то ли, ну, не помню, как сейчас назывался. Достаточно популярный. И вот были у него там и сайты свои. Но он входил в избирательный штаб Ющенко и Тимошенко. Они тогда тандемом работали. И сам Бродский, собственно, мне признался, что это он придумал, так сказать. Ну, в самом деле, в уголовном деле ничего шапок не говорилось. И Янукович сел там и первый, и второй раз за драки. Так сказать, первый раз он вообще по малолетнему возрасту пошел, взял на себя. А второй раз где-то что-то подобное было. Но к срыву шапку он никакого отношения не имел. Но вот эти шапки, как потом, кстати, «Золотой унитаз», это уже период так называемого переворота, революция гидности, так называемого, в результате государственного переворота. Но тогда вот эта вот история с шапками, с его судимостями, ну, раскручиваясь по полной программе, он был тяжелым кандидатом для прохождения. Но вместе с тем, вот те два с половиной года, когда он возглавлял правительство, наше правительство в два раза увеличило пенсии. Экономический рост был, ну, просто превосходный, там, 12,6 процента. Страна развивалась просто как на дрожжах. Мы построили два атомных блока, электростанции, очень много делали. И поэтому, несмотря на то, что как кандидат он достаточно тяжелый был, вот, вместе с тем он реально выиграл выборы. Реально выиграл. Ну, тут включился вот механизм фальсификации выборов, это стандартный прием «Оранжевой революции». Включились подготовленные бригады, значит, и произошло то, что вот потом была названа «Оранжевая революция» третьим сроком. И так далее. Вот так стал у нас президентом Ющенко. Николай Евгеньевич. Например, на следующих расскажем. Да, но у меня к вам и один вопрос в довершение вот сегодняшнего нашего разговора. У большинства людей, и я, если честно, мой опыт работы в советское время в Комсомоле не очень большой, подтверждает это. То есть, что по большому счету все вот эти назначения – это какая-то договоренность в результате какой-то, ну, назовем так, борьбы кланов. И по большому счету от тех, кто собственно выбирает, это мало зависит, как там голосуй, не голосуй, все равно получишь неизвестно что. Просто речь о чем идет? Вот в вашем опыте вы можете подтвердить по украинским событиям это? Или все-таки от воли изъявления избирателей, скажем так, всерьез чего-то зависело и зависит на Украине? Алексей, ну, я скажу им, может быть, цинично, но скажу очень верно. Различие между кандидатами должно быть больше 5%. Вот это различие больше 5%, да, вот тогда народ что-то значит. То есть, вот если народ, то есть, электоральные поля, выборщики, избиратели создают разрыв между кандидатами больше 5%, примерно больше 5%, то есть все шансы, что можно уйти от уровня фальсификации, подтасовки и так далее, и так далее. Потому что подтасовать вот такой разрыв достаточно сложно. Теперь по поводу соглашения так называемых кланов или элит. Ну, первые выборы, первые выборы, о которых я рассказывал, там Кравчука, значит, Кучмы, еще эти кланы не сформировались. Да, работали с руководителем крупных предприятий, потому что они должны были обеспечить явку своих коллективов. Тогда же существовали крупнейшие предприятия по 15 тысяч, по 30 тысяч. А с членами семей, что такое 30 тысяч предприятий? Это 60 тысяч членов со членами семей избирателей. Вот тогда работали с крупными предприятиями и старались заручиться, так сказать, поддержкой. Но работали реально на избирателей. Вот начиная где-то, когда, я уже рассказал, тот этап, когда, значит, были, сформировались олигархи, сформировались вот эти самые кланы, то очень много зависело. Особенно тогда, когда эти кланы подмяли под себя средства массовой информации. Они у нас тоже пошли на приватизацию. И, значит, у нас все средства массовой информации стали принадлежать олигархам. Вот тогда уже действующий президент работал с олигархами. Он во всяком случае старался, чтобы они поддержали его выбор. Олигархи, как всегда, были, так сказать, двуличными. Значит, в их природе складывали яйца в разные корзины. Деньгами помогали оппоненту и, так сказать, аккуратно себя вели. Особенно там, если американцы им говорили. Но вот тогда появилось влияние. Пока я рассказывал о том этапе, когда вот этого, в этот процесс олигархи были относительно мало увлечены. Сам, собственно говоря, процесс подбора кандидатов. Ну, советовался, конечно, Кучма с кем-то из них. Но это все было на уровне совета. А вот уже, скажем, при последующих выборах, там, кандидаты, там, тот же самый Ющенко, тот же самый Тимошенко, тот же самый Порошенко, тот же самый Янукович уже на выборах 10-го года, 9-го, 10-го, уже активно работал с власть имущими. То есть с теми, кто владел средствами массовой информации и кто располагал серьезной финансовой поддержкой. Потому что выборы избирательные – это громадный ресурс, расходуется. И, естественно, это ресурс не людей, это ресурс олигархов, которые делают взносы. Ну, собственно говоря, мы скопировали практически американскую систему, только она там более публичная. У нас она была менее публичная. Но олигархи, собственно говоря, финансируют избирательный процесс. И вот тогда, ну вот давайте так, если в следующий раз, я коснусь этой темы в следующий раз, потому что сейчас у нас уже время подошло к концу. Да, конечно. Еще буквально один вопрос на две минуты. Поскольку не могу вчерашнее событие, одно не могу просто... Вот скажите, пожалуйста, то, что Путин с Меркель и с Макроном обсудили ситуацию на Украине без Украины, это, в принципе, означает, что нынешняя, так скажем, весь 95-й квартал или какой там квартал, полностью уже, значит, расписался в полном неумении и всерьез не рассматривается не одним из участников Минских процессов. Ну, это, конечно, явное свидетельство того, а ведь надо понимать, что и Путин, и Меркель, и Макрон располагают ведь реальной, достоверной информацией, о как решения принимаются Зеленским. То есть они видят, что он не самостоятелен, что им управляют американцы, и совершенно очевидно их понимание этого процесса, что давайте мы сначала выработаем в формате нормандского формата, то есть в нашем формате выработаем какую-то позицию, а что же с ним говорить, если он все равно сам самостоятельно ничего не принимает. Это абсолютно очевидное свидетельство. Абсолютно очевидно. Другое дело, что ни Меркель, ни Макрон так никогда не скажут, потому что для них очень важно сохранить трансатлантическое единство взглядов. Они хотят сейчас с Байденом наводить отношения, поэтому ни Макрон, ни Меркель так не скажут, но то, что они это знают, ну, я, знаете, что не просто, так сказать, как-то голословно сужу о том, они хорошо владеют информацией, что происходит в Украине. Хорошо знают ситуацию. И поэтому вот у меня возникает негодование. Они же прекрасно знают. И каналы закрываются. И оппозиционных журналистов сажают в тюрьму. И они же все время декларируют, и Макрон, и Меркель привержены к свободному миру, к демократическим ценностям. А чего же вы не скажете свое слово-то? Вот это их двулечие, откровенно говоря, вызывает негодование. Вызывает сомнения в их искренности. Понятно, Николай Иванович. Я вас благодарю за рассказ. На следующей неделе мы продолжим поход во власть Украины постсоветского периода. А на сегодняшний день с вами прощаемся. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Алексей, за внимание. Всего вам доброго. Всего доброго. Люди, будьте бдительны. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»